Гагаринский дом 3. Хорошо понял вас. Скоро буду. Рачелло. Что? Скажи, а что это ты делаешь? Блин, что я могу делать, Кэп? Бомблю понемножку. Сам знаешь, какие сейчас времена. Деньги на донат нужны. Да не сыра, куха. Будет тебе пуха. Посылки проходишь, все нужное находишь. Бесплатная рулетка, отличная броня и могучие пушки. А при первом пополнении счета, плюс 100% кредитов придет. Оу май. Работа подождет. Довогой друг, вынужден вам заявить, что в последнее время вы стали, как это вы говорите, гондониньо. Ой, капитан Очевидность, я тебя умоляю, гондониньо я был всегда. Но это никак не относится к делу. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Ракутагин, капитан Очевидность, Буся пришла и, конечно же, обновление ПТС Варфейс. У нас появилась новая штурмовая винтовка. И что, пожалуй, даже более важно и резонансно, нирфанули калашников Камрад. А начнем мы, конечно, с винтовочки новой. Оружие штурмовика под названием, извините, так хрен запомнишь, СТК-СМ-СР. Ну или просто СОСО. Нам так привычней, друзья, сами понимаете. Винтовка весьма сочная. Отличительной особенностью является то, что винтовка по своей сути призвана зажимать в тело. Да, именно так. Ее родной множитель в голову всего лишь 4. Можно поставить мод, который понизит темп стрельбы, но существенно поднимет урон. Тогда хэдшот будет плюс-минус стабильным, но там темп стрельбы чуть больше 500 получается. Друзья, извините меня, с таким темпом стрелять по головам, ну затея, прямо скажем, не из лучших. И все указывает именно на то, что тут надо зажимать по телу. Понимаете, прям такая классика нагиба, а-ля Call of Duty стайл. Ты еще скажи, что эта тушка стрельная штуковина имбовая. Не поверишь, капитан, очевидность, но именно, что имбовая. Многие стали говорить так, ну как бы, ну вуп, ну пойдет, ну нет, ну не имба, конечно. Ну так чисто пиво стайл, пришел после работы, учебы, времени, много на игру нет, в тело позажимал. Ребята, помните у нас был Сик МПХ, который отсечками стрелял? У нас тоже в начале-то говорили, ну пиво стайл, как бы чисто так, если не можешь стрелять в голову. А потом вдруг наши все скиловики, в том числе и кибершпроты, такие типа, а зачем стрелять в голову, если эта пушка почти так же быстро пилит тело? И сели на нее поголовно. И вот, мои дорогие друзья, CM, CR, STK, SOSO, именно из этого же разряда. Это практически та же история. Что-то заливаешь ты, Рокутагин. Неужели эта дрянь лучше текущей меты? Капитан, очевидность, ты посмотри, что происходит. Вы, друзья, видите, на каких дистанциях на выживании я убиваю противников? Я там в тело в основном попадаю. Гигантские дистанции. Распиливают, я не знаю, там, ну просто треть секунды, а то и меньше, может, миллисекунд там 200 с лишним. Я не знаю, сколько, но очень мало. Серьезнее, в колде пушки пилят дольше. Чтобы вы понимали, традиционно в Варфейсе ТТК, ну, наверное, даже чуть повыше, побольше, нежели в Call of Duty. И опять же, смотри, какая Call of Duty. Ну, в общем-то, Варфейс более высоким ТТК отличается. То есть, как бы, это игра, где пилить тело можно, как и в Call of Duty, но предпочтительнее, конечно, стрелять в голову. А в колде, в общем-то, в голову полезно стрелять, как бы, да, туда-сюда, но, скорее всего, поскольку ваншотов в голову нет, лучше в тело, прям, надежно, вот, надежно. Кто впервые в кого зажал, тот и победил, как бы, очень такая казуальная прямо стрельба там. Это такое есть. И вот дело в том, что вот СОСО, вот эта новая штурмовая винтовка, она, понимаете, настроена так, что, ну, серьезно, вот ты выходишь на человека, который вооружен оружием с ваншотом в голову, и на самом деле неизвестно, кто кого. Вот прямо неизвестно. Потому что наводиться в голову чисто физически, чисто вот так устроен человек, это все-таки дольше. Да, если пушки классические, как другие пушки в Варфейсе, которые моментально в тело не пилят, то, как бы, блин, ну, скорее всего, тот, кто будет стрелять в голову, тот выигрывает, в большинстве случаев. Но здесь ситуация та же, что с СИГМПХ в свое время. То есть, прямо очень сочно, понимаете? Я вам даже вот как скажу. СОСО, это как в свое время парные коперхеды или сейчас беретка. Только если те пушки на своих дистанциях сильные, представьте себе, что вот СОСО, это у вас парная беретка, только которая эффективна на дистанции снайпера, так же, как беретка практически в упоре на дистанции медика. Вот это СОСО. Это вот такая, сука, машина просто по распилу всего живого. Я не знаю, какая у нее минималка, но я реально на выживании ставил глушак и стрелял просто, сука, ну, там через всю карту. Вы видели, на некоторых моментах они еще покрутятся, повторятся, как всегда, испытается нарезка очень сочная. Вы насладитесь этим моментом и пересмотрите их не раз. И все прекрасно отлетает. На изи просто, просто распил нереальный, сука, я не знаю. Ну, представьте себе, вот сборка, вот сборка, которую я решил поставить. Вот, я так подумал, туда-сюда, я, конечно, как большинство вначале поиграл со сборкой, где низкий темп, там специальный уникальный мод ставится. Ну, такое, знаете такое, МБЛ, который не так давно еще божил, сколько там, годик назад, по-моему, полтора. Версия 2.0. Ну, а потом я думаю, на какие-то уникальные моды с такими множителями. Я просто в тушку поставил, отдачу поставил и темп стрельбы поставил. Все, больше вообще ничего не надо. Блин, да пипец, темп, сука, сумасшедший. У ПП-х нету такого темпа. Урон просто космический, множитель в тело. 1.41, сука, да, это вообще не свидано, не видано, не слыхано, это я в шоке. Я думаю, штурмовик плюс-минус нормальный, когда приноровится, он может, ну, просто выходить на снайперов, просто выходить. Вот, на реальных картах подрыва, там, РМа, все эти подрывы, блицы, ты можешь выходить на снайпера, и вот ситуация уже не такая однозначная. То есть, если сейчас, ну, на снайпера вообще опасно выходить, снайпер такой, знаете, в Warface, нифига не имба, вы поняли, да, там, моментально сносит. Но, потому что тебе надо еще в голову навестись, тудым, сюдым, то есть сейчас прямо с префайером, с прыжка какого-то, да фиг его знает кто кого. Штурм становится просто сверхмощным стрелком. Если то, что ты говоришь, правда, то я думаю, эту пушку почти наверняка нерфанут. Не знаю, капитан Эфинес, может и нерфанут, с другой стороны, блин, я не думаю, что большинство будут придерживаться того же мнения, что и я, что пушка имба. Да, это с одной стороны, то есть, как бы, до разрабов один я точно не достучусь, надо, чтобы, как бы, люди, там, скопом все сказали, что, типа, пушка имба. Вот, с другой стороны, да фиг его знает, может и прикольно так побегать, пострелять, почему нет. Потом все равно, как бы, ну, единственная проблема, а как ее потом нерфить, да, у него такие завышенные ТТХ, и в то же время, а если ее нерфануть по этим ТТХ, и чисто сделать пушку, которая будет, ну, ваншотить голову, то тоже, как бы, перспектива такая, получается, немножко сомнительная. Почему? Потому что, ну, это будет просто очередная пушка. Вот просто-просто такая, просто очередной Хиллион, ХК и т.д. и т.п., а если, типа, просто порезать, там, темп стрельбы или урон, то пушка станет ни рыбы, ни мяса, а просто пипичка дяди Тараса. Призывать, не призывать, не знаю, друзья. Скажу честно вам, для большинства игроков Варфейса, большинства игроков, я, я сейчас играю, дошел я до второй платины в соло, и у меня написано, что я нахожусь в одном проценте лучших игроков Варфейса, типа ЭРМа. Ну, вот, понимаете, да, то есть, если ты дошел до второй платины, ну, что такое второй платины, ну, фигня, я считаю, меньше, чем до мастера, это ничего еще не означает, да. Вот если ты дошел до второй платины, платины, алмаза, извините, алмаза, конечно, какой-то платины, алмаза, до второго алмаза я дошел. Если ты дошёл до второго алмаза, то типа ты в 1% лучших игроков РМа Варфейса. То есть 99% игроков РМа, Варфейса, они не доходят даже до второго алмаза, понимаете, да? И я не думаю, что большинство из этих игроков, которые не доходят в своём большинстве до второго алмаза, тем более до мастера-гранмастера, я не думаю, что эти игроки являются мастерами хэдшотов. Ну, если честно, положа руку на сердце, думает, как говорится, о народе, а не себе любимым и комдутантом. Кто там такой скиловик такой, понимаешь? Да нет, ну ты чё, ну баланс, да, то ли дело в Валоранте. Они эту игру, если будем честны, не кормят нифига. Они вообще нифига тут не оплачивают, их так мало просто, ну это вот как бы, да. Если думать о народе, то эта пушь классная, ну без вранья, а это реально казуальная пушка. Это та же история, что Беретта, что Куперхеды, что Калашников Камрад, ну не, Калашников Камрад, это я херню сморозил, это я конечно переборщил, Калашников Камрад это то, что любому игроку, как бы от малого до старого, как бы всем жопу рвёт, ну кроме тех, кто бегает, конечно, Калашников. Хотя, в принципе, сейчас Калашников почти все бегают. Ну ладно, да, короче, пушка, огонь, пушка, бомба, нерфить не нерфить, не знаю, пусть народ голосует там, на ПТСе играет. Я скажу так, имба, лучше любой штурмовой винтовки, вообще оружие штурмовик. Это моё мнение, может быть я не прав, но пока впечатление только такое. Я чувствую, что с неё жопу будет рвать больше, чем с любых пушек штурмовика вообще за всё время. Это будет, знаете, такой коперхед штурмовика, вот, вот увидите. Я практически не сомневаюсь. Да, ваншота нету, насрать на ваншот. Даже, блин, киберспортсмены на своих турнирах, даже, блин, крутые игроки на мастер-аграмастерах, блин, играешь, ну всё равно, блин, иногда залетает там больше половины в голову. А часть всего, ну половина или даже меньше залетает в голову даже у штурмовиков. Как бы, ну не так это устроено. Если твой противник не совсем бот, всегда попадать в голову ты не будешь. А это что означает, если ты делаешь только 50% хэдшотов, многие и 50% не делают, ну бывает такое, даже хорошие игроки, если там противник мансует и т.д. и т.п. А это значит, что у тебя шансов 50% случаев против СОСО нету, вообще никаких. Потому что если ты будешь с Хелиона, ХКшки, Зенита, да блин, если ты будешь, наверное, даже, ты с кедра будешь пилить в тело штурмовику, он тебя СОСО точно перепилит. Прямо, anyway, 100%, детка, без шанса прям. Ха-ха, добрый вечер, деточка, да? Похоже, шутка про то, что Warface превращается в Call of Duty, уже совсем не шутка. А что про Камрад скажешь? А про Камрад, капитан, что тут говорить? Ну да, Камрад фиксят, я пошел покатал, я вам скажу так, короче. Стало хуже? Да, вот прямо, ну чувствуется. Знаете, не чувствуется, что вот прямо, что типа калашников не отфанули так, что он не бьет на дальнюю. Нет, ситуация иная. Он типа теперь может, как раньше, там, с двух-трех выстрелах убить, там, на штурмовой дистанции. Но при этом, блин, он вообще может в упоре, ну, только с третьего выстрела убить. Ну, не в упоре, ну, но на ближней дистанции. Там, где медик, как бы, ну, должен, медицинское там, условно, инженерное. Он прям, ну, бах-бах-бах, три-четыре выстрела. Только вот как-то, такое ощущение, что с него как будто, я не знаю, как будто у него дробь стала рандомно лететь. Или вот урон как-то регистрируется плохо. Нет, конечно, это не первое, не второе, скорее всего. Хотя, кто его знает, может, там что-то... Ха, руки-то у наших разработчиков. Молодцы, пианисты. Одним словом, Калашников стал просто нестабильным. Меня это бесит. Меня не бесит то, что он не убивает на штурмовой дистанции. Да хрен бы с ней штурмовой, ну, я-то там, как бы, ну... А зачем, реально, это же бред был всегда. Мне бесит, что, как бы, он на своих стал реально рандом. Рандомный дробовик. Знаете, что напоминает теперь, ну, по моему мнению? Нет, он, конечно, получше. Но, знаете, те же яйца, но в профиль. Вот такая же песня начинается сейчас-то, нехорошая. Когда ты, блин, два не ваншота на ближник даёшь. Это Бинели М2СП. Пушка, которая, сука, убивала вообще за километр. Порой просто фантастика, там, с двух выстрелов. Дальше, чем Камрад. Бах, противника нет. Зато в упоре, сука, два раза могла не ваншот дать. Легко. Вот Камрад начинает становиться похожим на неё. Единственное, что, конечно, его спасает, чем он намного лучше, потому что он удобнее в использовании, потому что он автоматический. Ты просто кнопку зажал, как и скилл показал. Чувствую, народ сейчас будет бомбить. Ну, тут, Кэп, я бы так вот однозначно говорить не стал. Типа, народ будет бомбить. Будет? Ну, я вам скажу так. Часть народа, может, половина. Ну, потому что медики сейчас у нас очень популярны на РМе. Это вот я на РМ запускаюсь, понимаете? Своим любимым классом. Я всегда играл либо медиком, ну и в последнее время я больше на инженера пересел, потому что, ну, сука, ну как играть в пять медиков? Нет, можно, конечно, но не всегда и не везде. Особенно если учитывать, что многие люди, которые берут медика, они не стреляют и не лезают, сука. Они просто дохнут этим медиком. То есть, а он так бы ходит на длину, сука, там, снайпер стоит где-то за километр, где-нибудь на каком-нибудь подсаде. Он такой на него бежит с этим Калашниковым таким. Да я сейчас тебе... Ну, этот же Калашников ему в жопу вставляют, конечно, и всё. И как бы эта, сука, песня закончена. Но в целом ситуация такая. Вот, то есть, по три медика в команде или вообще там четыре-пять медиков в одной команде ты стартуешь, это обычное дело. Просто обычное дело. Почему? Ну, потому что обладатели Калашникова кричат. Да вы что? Ну, пушка совсем не имба. Ну, что? Ну, 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 да я вас умаль. Ну, конечно, пять медиков сразу в команде, сука, стало попадаться, как Калашников. Все просекли, что он, ну, нормальный такой, балансный, да. Это я сам, кстати, бегаю с Калашниковым. Меня всё устраивает. Пушка очень классная, душевная. Но, блин, всё-таки надо справедливости ради сказать, что да, это перебор страшный. Я сразу сказал, что... Нет, ха-ха-ха. Чё, чё офигение, сука? Когда было, я не сказал, что это как бы, да. Я на стриме потом упомянулся, что он... Ну, он имба, правда, он имба. Это слишком имбовая пушка. Автоматическая. 14 патронов, сука. Пуканы разрывает. Ваншотит на своих дистанциях нормально. На средних, на дальних выносит. Ну, прям, ну, как бы... Я пас. А теперь не фанут. Хорошо, плохо? Не знаю, друзья, не знаю. По мне так хорошо. Но это моё просто мнение. Моё мнение. Меня только бесит. Я не знаю, как они это... Это, знаете, вот из разряда. Я не знаю, как это должно быть, но вы делаете всё неправильно. Алло, да вы неправильнее его нерфите. Я не знаю как. Но сделайте так, чтобы он на ближней нормально стабильный был. Норма именно стабильный. На ближник. Вот прямо сейчас. Вот сейчас на лайве, как он лупит на ближник. Вот пусть дальше так лупит. А вот там уже пошло туда-туда. И там не надо всё. Там всё. Там режьте, сука. Делайте, что хотите. Как хотите, короче. Урезайте, нагибайте, пацаны. Делайте что-то. Не, ну можно есть ещё один вариант. Порезать ему патроны. Идея, конечно, так себе. Типа оставить те же ТТХ почти, что сейчас. Но порезать, там сделать автоматический дробовик, которым будет там 7-8 патронов всего. Вот тут намного меньше. То есть так уже не разойдёшься. Ну, не знаю. В общем, я... У меня нет точных идей. Вот прямо сейчас я не могу сказать, как надо сделать. Но должно быть по-другому. Ха-ха-ха, сука. Ну да, ну вот так вот, как бы это ни звучало. Должно быть по-другому. Вы вас слишком сильно режете. Не знаю. Не, не, как бы... А с чем теперь играть? С чем теперь играть? И я вот подумал. А с чем теперь действительно бегать за медика? Правильный человек задаётся вопросом. С чем теперь играть? С чем теперь вообще нагибать-то? С чем нагибать-то? Ну, блин, с этим что ли? Марлином новым? Это, GeForce, сука, видеокартой? Да ну его в жопу, серьёзно. Я ненавижу пулевые дробовики. Ненавижу однопулевые дробовики. Мне не нравится Жиган, абсолютно. Я хочу дробовик от слова дробь. Ну, сделайте что-нибудь типа там, как в своё время, там, Мосберг 500 кастом. Что такое, как бы, скиллозависимое. Ну, прям плюс-минус там. Макс седьмой что-нибудь. Ну, блин, выбор охрененный, как бы. Либо Камрад, который теперь будет нестабильный на ближних, туда-сюда, ни рыбы, ни мяса, просто пиписька дяди Тараса. Либо, блин, это хрень, которая рандомит, блин, от бедра на стрейфе. Одной пули. Одна пуля, единственная, сука, и та рандомит. Ну, вообще, выбор классный. Или вилкой в глаз, или в жопу раз. Выбирайте. Ну, ладно, нормально всё. Чё? Чё печальство? Там видно будет, короче, посмотрим. Может, медику что-нибудь новенькое ведут. Будем нагибать. Он классный будет, помпа какая-нибудь. Полуавтомат душевный. Что-нибудь такое, ну, как бы. Ха-ха, да. Для людей. Такие вот дела, да. Насчёт Камрада печальная история. Насчёт штурмовика, не знаю. Кому как, друзья. Сами думайте, печально это, не печально. В общем, идите на ПТС. Щупайте, щупайте своими клешнями. Понимайте, насколько всё это хорошо или плохо. Ну, а в целом, пока вердикт такой. Калашников станет хуже. Насколько, как бы, ещё вопрос спорный. Ну, какой-то он нестабильный стал вблизи. Ладно, будет на лайве. Хорошо пощупаем. Попробуем. Сделаем уже какие-то окончательные выводы. Пусть пылится на складе. Или всё-таки пока что ещё достоин наших клешней. А что касается новой штурмовой винтовки. СО-СО. Моё мнение. А я знаю, что, наверное, с мнением большинства, там, обзорщиков, кто делал видосы по этой пушке. У меня мнение расходится. Я считаю, что это имба. Просто ещё недооценённая. Я считаю, что с неё жопы будут капитально гореть. Вот. Такие дела. Хорошо это или плохо? Для большинства игроков эта пушка, это благо. Потому что, как бы, не все умеют пилить голову. Большинство, наверное, в критических моментах, стрессовых на РМе, в голову не попадает. Пацаны, вы теперь в шоколаде. Будете, сука, всё уничтожать. Если, конечно, не понервит. Ну, а с вами был Аркутагин, капитан Очевидность, Бусяк. Она тут ушла, там где-то гуляет. Вот. И Варфейс, ПТС. Да. Именно так. Ставьте лайки по желанию, как хотите. Это не обязательно. Это как бы, ну, это как он... А вот яйки чесать? Яйки чесать? Это обязательно без этого, сука, просто никуда. Вступайте в нашу армию. Нагибайте всех. Увидимся. Пока.